Журналисты любят строить прогнозы о правлении того или иного монарха не только на основании мнения королевских экспертов. Портал Таддей прибегнул к помощи астрологов, которые составили натальную карту на основании точных данных о его дне рождения для короля Карла III, чтобы понять, как он будет распоряжаться своими полномочиями. Вне границ Солнца в Скорпионе в натальной карте сына британской королевы, недавно почившей, правят стабильные знаки. Он родился в столице Англии, Лондоне, 14 ноября 1948 года, непосредственно перед полнолунием, которое произошло в Тельце в 21 час 14 минут. Большая тройка нового короля или его знаки Солнца, Луны и восходящего Солнца вся состоит из знаков, которые считаются устойчивыми, то есть надежными. Солнце Карла находится в Скорпионе, а его Луна – в Тельце, что делает Карла III довольно беспристрастным и малоэмоциональным человеком, которому требуется скорее знать горькую правду, чем слышать красивую ложь. Сам он также любит говорить искренне, за это отвечает асцендент во Льве. Подобное сочетание астрологических знаков может говорить о нем то, что он является жестким человеком, который не станет проявлять гибкость в общении. Тем не менее, Солнце в Скорпионе говорит о способности нового короля совершенствовать свой характер и делать его лучше, если того потребуют обстоятельства. Скорее всего, после получения трона он захочет наладить отношения с родственниками, с которыми прежде не мог найти общего языка. Натальная карта Карла III очень тесно связана с картой его матери, Елизаветы II. В астрологии Луна отвечает, помимо всего прочего, за эмоции и связь с женщиной, которая произвела обладателя натальной карты на свет. У короля Карла III Луна находится в Тельце, а у его матери там же пребывает Солнце. Это доказывает их духовную близость и способность к сильной эмоциональной привязанности друг к другу. Их близость еще больше подчеркивается тем, что Солнце и Луна для обоих находятся в одном и том же градусе. Связывает только что севшего на трон монарха с Елизаветой и двумя еще и лев, у королевы он находился в Луне в то время, как ее старший сын сам является восходящим львом. Присутствие Луны в Десятом доме может означать для отца принцев Гарри и Уильяма продолжение того карьерного пути, который уже был проложен его матерью. После смерти Елизаветы II, в монаршей семье многое изменилось. Принц Чарльз стал королем и взял себе имя Карл III, принц Уильям и Кейт Миддлтон унаследовали титулы принца и принцессы Уэльских. Кроме того, не остались в стороне и дети принца Гарри и Меган Маркель. Трехлетние арчи и годовалая Лилибет автоматически получили титулы принца и принцессы в связи с тем, что их дедушка теперь официально правящий монарх. К слову, для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева Елизавета II в свое время сделала исключение, дав им титулы принцев и принцессы. Однако накануне выяснились новые подробности. Арчи и Лилибет получат высокие звания, но без титула их королевских высочистов. Гарри и Меган обеспокоены проблемой безопасности. А с получением этого титула они могли бы рассчитывать на помощь британской полиции в охране их детей. За последнюю неделю у них был не один разговор с Карлом Третьим на эту тему, отметил источник. Напомним, что в прошлом году Меган Маркель в интервью о Преуинфри возмущалась, что Арчи была отказала в титуле из-за его цвета кожи. Но представители Букингемского дворца поспешили опровергнуть эту версию. Принц Уильям и принц Гарри поужинали вместе с другими членами королевской семьи после траурного шествия в честь покойной Елизаветы 2-й 14 сентября в Лондоне. Известно, что их жены, Кейт Миддлтон и Меган Маркель, также присутствовали на приватной встрече. Перед ужином сосекские присоединились к королевской семье, чтобы сопроводить гроб королевы, который прибыл в Букингемский дворец из Шотландии, где на прошлой неделе в возрасте 96 лет скончалась Елизавета II. Принц Гарри и Меган Маркель выглядели мрачными, когда подъезжали к воротам дворца на черной машине, и крепко держались за руки во время церемонии прощания. Смерть любимой бабушки, по мнению многих экспертов, даст враждующим принцу Уильяму и принцу Гарри возможность зарыть топор войны и наладить, наконец, общение. Принц Гарри и Меган Маркель вновь присоединились к остальным членам королевской семьи, чтобы принять участие в траурном шествии, посвященном прощанию с покойной Елизаветой двумя в Букингемском дворце в Лондоне. Сосекских заметили вместе с королем Карлом III, королевой-консортом Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Мидлтон. Сегодня днем несколькими часами ранее принц Гарри уже принял участие в параде вместе со старшими членами королевской семьи. Гроб королевы был перевезен из Эдинбурга в Букингемский дворец на Катафалке. Толпы людей собрались на центральных улицах Лондона, чтобы посмотреть на кортеж и попрощаться с ее величеством. Напомним, что на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркель уже появлялись вместе с принцем и принцессой Уэльскими, чтобы почтить память Елизаветы II возле Виндзорского замка. Совместный выход стал первым с марта 2020 года, тогда обе пары присутствовали на службе в честь Дня Содружества наций, когда Сосекские официально покинули Великобританию и начали строить новую жизнь в США. На прошлой неделе принц Гарри поспешил к королеве после того, как семья объявила, что ее здоровье стремительно ухудшается. Однако он не успел вовремя и прибыл в замок Балмарал через несколько часов после ее смерти. После кончины самого долгоправящего монарха Великобритании король Карл III занял полагавшийся ему по праву трон. В минувшую субботу принца Чарльза короновал в Сент-Джеймском дворце совет по престолонаследию, передав ему право управления 14 государствами, входящими в Содружество. Что стоит знать о новом короле всем поклонникам британской монаршей семьи? Это ясно из титула, только что полученного принцем Чарльзом, первым королем с таким же именем был Карл I, который сменил на престоле своего отца Якова I в 1625 году, став королем Англии и Шотландии. Ошибки в выборе стратегии правления привели в ярость не только парламент, но и простых жителей страны, спровоцировали гражданскую войну в Англии и, в конечном итоге, привели к его казни в 1649 году. Король Карл II был правителем Великобритании и Ирландии с 1660 года до своей смерти в 1685 году. Особых потрясений за это время страна не переживала, но и значительно улучшить жизнь своих подданных ему не удалось. Шутки про 73-летнего мужчину, который наконец-то получил работу, полностью соответствуют реальности. Родившийся 14 ноября 1948 года принц Чарльз ждал своей коронации дольше, чем кто-либо ранее в истории его страны. Он также является самым пожилым монархом, которого когда-либо короновали. Именно поэтому некоторые королевские историки считают, что его правление не принесет каких-либо потрясений и радикальных изменений для монархии в Англии, поскольку у него не будет того внушительного запаса времени, который был у его матери королевы Елизаветы II. В очереди на престол принц Чарльз не скучал, давно известно, что он живо интересуется экологией и развитием современных технологий. По проекту, созданному им совместно с талантливыми архитекторами, был построен город Паунтбери. Будущий король задумал его как населенный пункт с миксом традиционной архитектуры и инновационного городского планирования, и вроде бы остался доволен результатом. У монархов не принято разводиться, и на протяжении многих веков в Великобритании этот принцип работал бесперебойно, оберегая жителей страны от скандалов и подробностей личной жизни королей и королев жизни. Но будущий король остался верен себе и не отказался от мечты жениться на той, кого он любил всю свою жизнь. Принцы Уильям и Гарри с супругами впервые за долгое время появились вместе на публике. В минувшую пятницу они прибыли в поместье Крати Кирк, где любила бывать сама королева. Члены монаршей семьи воссоединились, несмотря на разногласия, чтобы почтить память Елизаветы II. По данным Times, примирению братьев способствовал их отец король Карл III. Сообщается, что новых монарх серьезно поговорил сыновьями и попросил их урегулировать семейный конфликт. Кейт не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию. В такие моменты, как этот, вы просто обязаны собраться вместе, цитирует слова новой принцессы Уэльской издания The Telegraph. Стоит отметить, что это первый за два года публичный выход братьев с женами. Судя по новым снимкам, родственники прекрасно держались на публике вместе, что порадовало поклонников.